Итак, мы подошли к созданию собственных шаблонов. Так как у нас шаблонов будет два, шаблон главной страницы, шаблон внутренних страниц, давайте начнем с шаблона внутренних страниц. Создадим шаблон через административный раздел. Настройки, настройки продукта, сайты, шаблоны сайтов, добавить шаблон. Здесь зададим в id inner, так как это у нас внутренний шаблон. Это также будет название директорий, в которой хранятся файлы шаблона. Название, внутренние, описание, шаблон внутренних. И здесь мы должны будем вставить верхнюю часть и нижнюю часть hydra-footer, разделенные маркером work area. Но так как разработчикам удобно работать напрямую с этими файлами, мы тоже будем так делать, но система не позволит нам сохранить шаблон сайта с этой пустой областью. Поэтому давайте добавим сюда просто маркер work area, и у нас создадутся пустые файлы hydra-php и footer-php. Также здесь оставим пустыми области стили сайта и стили шаблона, с которыми мы тоже будем работать напрямую. Сохраняем шаблон. Итак, давайте откроем директорию, в которой лежат шаблоны. Это директория bitrix-templates. Мы видим, что создалась директория нашего шаблона, inner. Откроем ее. Файлы. Теперь давайте откроем верстку страницы patch.html, от которой мы будем отталкиваться. И найдем то место, с которого начинается контентная область. Мы помним, что это div с классом mainpost. И div с классом maintitle. Мы договорились включить ее в область hydra. То есть вот отсюда начинается hydra, контентная область. И, соответственно, по завершению начинается footer. Давайте перенесем вот эту область в hydra. Откроем файл hydra.php и сохраним. То же самое сделаем с footer. Теперь перенесем стили файл template styles, css. Стили нашего шаблона. Сохраняем. И директории, в которой хранятся скрипты и картинки, тоже перенесем в директорию нашего шаблона. Итак, мы перенесли. Давайте откроем файл hydra.php шаблона, который у нас был установлен заранее. Это furniture.pailblue. Мы будем его использовать для примера. Итак, открыли. Давайте скопируем отсюда вот эту строчку, в которой проверяется установка переменной константы b-prolog-included. Это необходимо для защиты от подключения этого файла без подключения ядра. Далее скопируем подключение ланговых файлов. и воспользуемся специальным методом showhead, который обеспечит нам подключение метода данных страниц, стилей, скриптов, подключенных в шаблоне. Давайте удалим уже тег мета. Он будет подключаться с помощью этого метода. И возьмем этот метод. Вот он. Showhead. Не забудем про show title здесь. Вот он. И, соответственно, удалим подключение template styles, потому что в стиле у нас подключается методи showhead. Итак, мы перенесли все файлы скриптов и картинок в директорию нашего шаблона, поэтому давайте воспользуемся константой сайт-темплейт-path для того, чтобы определить, в какой директории они находятся, где подключаются скрипты. Так, вот она. Это необходимо сделать для скриптов, стилей и возможных тегов amg картинок. Здесь их нет. В файле header их нет. Давайте откроем файл футера нашего шаблона. А вот, соответственно. Кстати, не забудем поставить здесь слэш, потому что сайт-темплейт-path возвращает нам путь без слэша последнего. И то же самое сделаем в файле header. Мы здесь видим только два amg. Итак, вот здесь и здесь. Теперь давайте подключим административную панель управления с помощью специального метода showpanel. Возьмем его отсюда же. Вот он. Вот он. Сюда. В tag body. А далее подключим иконку, фав-иконку с помощью... с помощью tag link. И правильно установим путь к ней. Сохраняем. И давайте скопируем ее в корень директории. Вот она. Теперь давайте вынесем языковые фразы в соответствующие файлы нашего шаблона. Давайте вынесем фразу из hydra, фразу время работы, в соответствующий ланговый файл. Откроем. Создадим директорию ланг. И здесь, соответственно, две директории с наименованиями, соответствующими ID языков. ru и n. Нажмем с директорией ru. Здесь создадим, соответственно, файл iHeader.php, в котором будут храниться языковые фразы. И создадим массив, например, с ключом working time, в котором будет храниться фраза время работы. а в самом хидере мы здесь подключим функцию getMessage. и передадим параметр с этим ключом working time. Саму фразу мы, естественно, удаляем. Давайте то же самое проделаем с футером. Откроем футер и вынесем оттуда фразу контактная информация. Вот она фраза. Соответственно, создадим файл в директории ru, тоже под названием footer, php. И тоже массив с переводами фраз. Назовем ключ contact.info, например. Сохраняем и заменяем эту фразу вызовом функции getMessage. Важным моментом, о котором хотелось бы сказать, то, что notepad++ открывает файлы из директории шаблона и открывает их в кодировке Windows 1251, поэтому давайте преобразуем их в vtf8, все файлы, в которых могут храниться языковые фразы. И, соответственно, создадим еще в директории n, не забудем, те же самые файлы footer и header, в которых будет перевод на английский язык. Header.php. Перенесем сюда все то же самое из файла header для русского языка, но сделаем перевод. Working time. Вот, так вот. Теперь давайте. 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 Итак, давайте включим шаблон и посмотрим, что у нас получилось. Настройки, настройки продукта сайта, список сайтов, настройки текущего сайта. А в шаблонах выберем внутренние страницы, шаблон, пока без условия, и сохраняем. Итак, мы видим, что у нас подвязался шаблон. И важным моментом, который хотелось бы отметить, это, что в контентной части, в которой хранится контент страниц конкретных, не должно быть тегов оформления. То есть каркас должен уйти в хидр и футр. Как проверить? Давайте создадим страницу какую-нибудь, тестовую, пустую, и посмотрим, не развалится ли у нас шаблон. Например, новая страница. Не будем добавлять пункт меню. Сохраним. Итак, мы видим, что у нас верстка осталась на месте. Есть заголовок страницы, и можно посмотреть в фаербаге, что здесь идет div в main post, в main title, и, соответственно, после нее, если мы здесь, вы на этой странице напишем какой-то контент, будет, соответственно, сам контент. Итак, давайте наполним эту пустую страницу каким-то контентом. Например, из верстки page.html. Откроем page.html. Вот он. И возьмем контентную область. Вот она, main post, main title. Соответственно, вот этот кусок кода мы вставим на страницу, которую только что создали. Закроем фаербаг. Вставим в режиме кода. И вот мы видим, что здесь появился текст. В принципе, ничего не поменялось. Единственное, что сейчас мы не видим картинок, которые были на странице page.html, потому что у нас поменялись пути к картинкам. Они сейчас лежат в директории шаблона. Субтитры сделал DimaTorzok